Добрый вечер! Олег Сентюров, Володая, под ровязностями. Олег Сентюров, Володая, под ровязностями. Олег Сентюров, Володая, под ровязностями. За прошлый год мы произвели промышленные продукции на 9,5 млрд долларов США. За пять последних лет на сумму более 60 млрд долларов. Это лучший результат в стране. Свой уклад в экономику уносит и приватный сектор. Летость поступления в бюджет от деятельности предпринимателей перевысили 4 трлн рублев. И в сравнении с передним годом увеличились больше 5%. Не глядячи на складанные климатичные умовы, добрые выники в минулом году досягнуты и в агропромысловом комплексе. Наибольшь значительно с пять года потерпели посевы Городины, али собранного хапила, как не только забеспечить джихаров в области усим необходимым до наступного урожаю, али и реализовать частку выращенного на экспорт. На каждого из нас в год производится 100 кг мяса, 380 яиц, 690 литров молока, 660 кг картофеля. По последнему показателю Беларусь на первой позиции в мире. По выразе Владимира Дворника, сегодня мы живем в участке экономичного патриотизма. Чем больше сродку будет зарублено в реальном секторе экономики, тем больше их можно будет накеровать в социальную сферу, створение новых прационных мест, открытие импорта замещальных вытворчастей, скорочение затрат при одноджасовом повеличении объема вырубляемой продукции. Комплексное выращение этих задач дозволить реализовать головную задачу – повысить якось життя населенства. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Держаутоинспекция райць водителям не спешатся с заменой зимовых шин на летние. Такая информация была гучена сёння. Почас промога эфиру «Радио-передачи» задай пытание уладзе на хвале «Гомель-плюс». Гостем студии стал начальник межрайонного отделения организации дорожного руху «ДАИ» Руслан Колесников. Зараз на территории региона усталявались низкие температуры поветра, особливо уношный час. Раницей на особных ушасках дорогах заховывается гололёдица. Росту колькости дорожно-транспортных здоровья не выкликало. Однако инспекторы просят водителям быть уважливыми. Прогатым не глядяши на дозвол правилу дорожного руху спешего соковика житявлять замену зимовых шин на летние, лепш пакуль не спешатся. На наступном тыдне шакается потепление. Нагадали супрационники «ДАИ» и про профилактичные акции, которые зараз проходят в регионе. В период весенних каникул на территории Гомельской области с 23 по 27 число проводится специальная профилактическая акция «Ребёнок – главный пассажир», напоминающая водителям транспортных средств о необходимости перевозки детей в специальных детских удерживающих устройствах в соответствии с правилами дорожного движения. Яны проводят замеры температуры у глубины земли и на вышине у 40 километров, робят прогнозы на будущий урожай и докладно ведают, сколько сонечных годин на протягу года. Сегодня означается сусветный день работников гидрометерологичной службы. З нагоды профессионального свято наши корреспонденты наведали державное предприемство «Гомель Аблгидромет». Не глядяши на надвор, ей час суток, кожные тригодины гомельские метеорологи приходят на этот участок, чтобы снять семь показчиков – от температуры по ветру до замеру солнечной радиации и худкости ветру. Про с 10 хвилин вся информация у зашифрованного выглядя трапеть у республиканский гидрометцентр и еще праздники час у сусветную метеорологичную организацию. Метеорологи кажут, что это только на первый взгляд их работа рутинная. На самой справе яны ранее заинчих доведываются об усих климатичных изменениях и могут рассказать любые катаклизмы. Когда плохая погода, это вообще просто интересно. Когда во время, мало того, что три часа каждый срок делаешь, то надо еще шторм какой-то, когда ветер сильный поднялся, когда туман пошел, надо все это наблюдать. Информация, которую отримливают метеорологи, вельми запотребованная у розных галинах. Только у минулом годе у гомель-абл-гидромет зверталися проставники 850 предприемств и организаций – выратовальники, авиаторы, коммунальные службы. Сирот постоянных партнеров, так само сельскохозяйственной организации. Сегодня специалисты гомель-абл-гидромета могут не только дать прогноз по засушливости на бегущий год, а и постоянно контролируют тоже узровень вельгати у глебе, что дозволяет аграриям больше реально оценивать ситуацию и перспективы. Сельское хозяйство является одной из наиболее погодозависимых отраслей наших условий. К таким же погодозависимым отраслям относятся жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, все виды транспорта, строительства. Процедура, якая повторяется каждые сутки. Ровно о полове третьей годины ночи. С гомельского абл-гидромета запускается специальный зонд, який уздымается, прикладно, на 40 километров. За этот час он передаст на землю информацию об температуре, тиску и худкости ветру на разных вышинях. З весны, когда у атмосферы начнутся значаться навальничные зъявы, эта процедура будет проводиться двойче. Зонды начнутся запускать еще и в день. С этого года гомели выкористовывают новые зонды, которые работают с подорожниками. На подставе этих дадзинах будут сделаны долготерминовые прогнозы на дворья у Беларуси и других странах света. Минимум сопровождает этот радиозонд, это семь спутников. Если какой-то спутник уходит уже за линию горизонта, соответственно, перехватывает другой спутник, соответственно, программным обеспечением и аппаратурой, которая его сопровождает. И потерять зонд, как таковое, это будет невозможно. Необходимо собирать остальные данные, которые будут из программы, и уже отправить их на обработку во всемирную аэрологическую сеть, на основании которых данных будет уже строиться общий прогноз погоды на ближайшее время. Олег Шанчеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Школьники с Гомельской и Черниговской областей вызначали, кто из них самый досвеченный у питаниях экологии. Вошный этап онлайн-турниру прошел Гомельским областным эколого-биологическим центром «Дзятей и молодой». Заявки на уделу гульни «Эколых онлайн» подали 130 команд школьников з нашего региона и амаль стольки ж суседнего украинского. Але в финальном этапе змагалися усяго 16 команд. Интеллектуальная гульня проводится на базе центра на протягу 5 годов. У адрознини от попередних в этот раз онлайн-спаборниц ввелось не в социальных сетках, а с допомогой видеосувязи. У онлайн-формате школьники двух краин слухали пытания ведущего и худко давали отказ. Темата Копытанию самая розная, первоважная со сфер биологии, геологии и географии. Очень много вопросов, посвященных сохранению биологического разнообразия. То есть красная книга, редкие виды, населяющие нашу страну, Украину, соседние страны. Также большое количество вопросов, которые посвящены современным экологическим проблемам. То есть это и различные виды загрязнений, это мусор, это различные интересные способы преодоления этих экологических проблем. Многие вопросы, их недостаточно знать, они имеют под собой такое логическое обоснование. Таким шином, переможцами турниру «Эколог онлайн» у старейшей взрослой группы стала команда «Андромеда» с гимназии поселка Карма Гомельской в области. У малышей группы лидировала команда «Эконекст» с поселка Рэдки Шарниговской в области Украины. Далее про конкурс, який корыстается велезарным поспехом у творческих представников самых розных профессий. В Гомеле прошел областный этап республиканского профсоюзного конкурса творчества просовных коллективов «Новые имены Беларуси-2016». Переможцем у номинации «Сценичное майстерство» селета признанный ансамбль «Голосы Полессия». Он створен в открытом акционерном товарыстве «Газпрам Трансгаз Беларусь» филиала Гомельского управления магистральных газопроводов. На другом месте представник Аховы предприемства «Рэшица Древ» Михаил Потароша, на третьем «Миттеран працы Беларусьбанка» Ирина Колотильщикова. Обтымяк проходила творчество с поборництва и як размирковались мессы у новой номинации «Воявленшее декоративно-прикладное мастадство» доведались наши корреспонденты. Номинация «Воявленшее декоративно-прикладное мастадство» дозволила уделикам продемонстровать свои уникальные сдольности у скульптуры, живописи, соломоплетений, фотографии и многих инших творших на прамках. Конкурсанты привезли саморобные ляльки, шкатулки, предметы интерьеру, вышитые бисером иконы и картины. Наставник працонного навучания Неглюбской средней агульно-аддукациной школы Ветковского района Анастасия Каутунова представила плен своей шмотгодовой деянности «Самотканные неглюбские рушники». Анастасия Каутунова заявляется потомной ткачихой. С детства видела, как создавались рушники. Это очень трудоемкий процесс, и не каждая ткачиха могла это сделать. Прошел определенные этапы жизни, я уже научилась этому всему. Наверное, благодаря моим генам, благодаря моим родителям. Ну и, наверное, все-таки тому, что есть большое желание, чтобы это все осталось и передать детям. Улик пероможцев у номинации «Выявленшее и декоративно-прикладное мастатство» так само трапили директор Наравлянского районного центра рамествов Юлия Каурус и работник Гомельского районного споживецкого товарыства Ганна Пугачева. Вышивкой я занимаюсь уже более 20 лет. Все работы здесь представлены, выполнены по моим рисункам. Лошади выполнены по моим фотографиям. Вышивается это гладью. Это вот как будто вы рисуете нитками. Вот как вы карандашом рисуете, так вот штришки накладываются нитками. Один в один. Концертная конкурсная программа номинации «Сценичное мастерство» так само отрималась яскравой и видовичной. И она складалась из вокальных, хореографичных и навод гумористичных выступлений. Колоритные номеры финалистов областного отбору адлюстровывали народные белорусские традиции и розные напрямки сушасного мастерства. Что тышится вокальных номеров, их представляли как соло-артысты, так и дуэты, трыа и коллективы до 10 человек, где только один удельник мог меть профессийную музычную адукацию. Оценивали выступления конкурсантов народные и заслуженные артысты и дейшим остатствам нашей краины. Вядомые белорусские выканавцы, выкладчики и керовники ведущих установку культуры Гомельщины. Переможца в областного отбору у худким часе чакая отказная и разом с тым гоноровая миссия представлять регион у республиканским финале. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». И до инших подей культурного життя региона. У Гомельским областным драматичным театра отбылась премьера спектакля «Чаровный сон». Она поставлена по повести Федора Михайловича Достоевского «Дядька у сон» с заслуженным дейшим мостатством Республики Беларусь режиссером Лидии Монаковой. По тропязности в сюжете Вероники Ворошилиной. Атмосферу минулой эпохи, другой половы 19-го стагодя, якуй просягнутый спектакль «Чаровный сон», подтримал импровизованный светский раут, что попередничал у пашатку премьеры. Аматоры высокого мастатства убашили ритмичные и энергичные, так само повольные и хорографичные композиции, вытриманные у лепшей танцевальной манеры этих часов. В последнем протяглых перформансу на сцене разгорнулась театральная постановка. Свой мастатский погляд на оповесть Федора Достоевского «Дядька у сон» представила заслуженный дейш мастатства Республики Беларусь режиссер Лидия Монакова. Спектакль переносит глядошову провинциальных городок, який заявляется центром плеток, чуток, интриг, жанущих войнов за першинство у громадствия. Комичный выпадок жития его же хоров проведет до драматичной развязки и нагадает усим провечная каштонности. А так само про то, что житие – это не зворотные мнения бытя, а счастье, часом бываем клевым, а ле недолгочасовым. Хочется прожить честно и красиво, но иногда бывают сложности, трудности, и человек совершает разные поступки, которые ему, может быть, и не хотелось бы совершить. И вот как с этим быть, что происходит. У спектакля задейничаны признанные маестры Гомельского областного драматичного театра, например, Марью Александровну Маскалеву, энергичную и прагматичную даму, якая спробует выдать свою дачку за старелого князя, играя народная артистка Беларуси Людмила Корхова. Роль князя – богатее шановного взрослого, який стратил память и унес шмат метусни у житежих хоров маленького городка, выконывая заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Фейгин. Комичное представление с уделом этого выдатного дуэта и других талиновитых артистов театра дорожит глядачам яркие эмоции и уражения. Даже уже в ближайший месяц на ведвольниках драмтеатра очагает шерох инших цікавых премьерных проектов. 2 апреля и 24 апреля у нас удивительная магия на сцене, такое прекрасное шоу, иллюзионное, спящая красавица. Тут зритель может насладиться и посмотреть другими глазами на удивительную, трогательную историю любви через призму иллюзий. Вероника Ворошилина, Максим Славин, Телерадо и компания «Гомель». Новины регионы, информацию о проектах Телерадо и компания «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин